На каждый вагон у меня уходит 2,5 часа. Моем очень тщательно. Особое внимание мы уделяем сиденьям, поручням, где непосредственно люди присаживаются и держатся. В депо Самарского метрополитена и раньше тщательно убирали вагоны и готовили составы к выходу на линию. Теперь в целях борьбы с распространением коронавируса, мощники используют более концентрированный хлоросодержащий раствор, одобренный к применению Роспотребнадзором. Моют полы, пылесосят, протирают сиденья и поручни, двери и окна. Такую процедуру каждый состав проходит перед 4-х часовой работой на линии. Таким образом, каждый состав минимум трижды в сутки дезинфицируется. На складе муниципального предприятия имеется запас препаратов на 3 месяца вперед. Моют сотрудники метрополитена не только вагоны, но и станции. Обработке подвергаются все контактные поверхности. Это входные двери и ручки типа метро, входные двери метрополитена, прилавки указ метрополитена, сами аппараты АКП, где прикладывается, производится оплата пассажиров, поручни, эскалаторов, когда пассажиры приезжают, держатся за них. То же самое мы увеличили периодичность, один момент, каждые два часа у нас производится обработка. Так как в метро пропускная система входа с турникетами, то и соблюдение масочного режима здесь контролировать проще. Надевать маску надо сразу при входе в подземку и не снимать до выхода в город. В метро тех, кто не имеет этого средства защиты, на станцию не пускают. За сентябрь воспользоваться общественным транспортом и наземным, и подземным не смогли более полутора тысяч человек. Мы понимаем, что здесь предприятие теряет часть выручки, но эпидемиологическая обстановка такая, что в первую очередь нам важно соблюдение всех требований ограничительных, чтобы минимизировать риски и с условием заботы о безопасности наших пассажиров. Но в большинстве своем пассажиры с пониманием относятся к масочному режиму, ведь не заразиться, не опоздать по делам не хочется. Я постоянно соблюдаю масочный режим, потому что я люблю себя, берегу свое здоровье, люблю своих близких. Обязательно я использую с антисептиком флакончик всегда со мной в метро, в автобусе, в общественных местах. В надземном транспорте тоже не забывают про дезинфекцию. Троллейбусы, трамвай и автобусы, включая маршрутные такси, обрабатывают перед каждым выходом на линию. Водители и кондукторы обязательно работают в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, комплекс санитарно-эпидемиологических мер дополняет и вакцинация сотрудников от гриппа. В надземном транспорте также усилен и контроль за соблюдением масочного режима. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной с прошлой недели в ТРО увеличилось количество контролирующих бригад. Специалисты успевают охватить все виды транспорта. Проверки ежедневно проходят как в часы пик, так и в межпиковое время. Водитель имеет право не отъезжать от остановки, пока все пассажиры не наденут маски или нарушители не покинут салон. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...